Вопрос от подростков. Нужно ли пропагандировать духовное в среде, где ценится материальное? Например, в институте. Я понимаю, что я ценю какие-то ценности, но приходишь, там ценится, какая у тебя одежда, ценится, что вырастешь, что у тебя какая-то зарплата будет, квартира, машина, ценность денег, какой-то крутой именно в материальном мире. Надо ли туда идти с духовным? Слово пропаганда, это такая, она как-то не относится к одному человеку. Вообще, духовное дадено для того, чтобы ты сам лично себя чувствовал уверенно в этой жизни. Материальное никто не отменяет. Поэтому человек, который идет духовным путем развития, он как бы смотрит с двух сторон на жизнь, и у него объемный взгляд. Поэтому есть материальное, есть духовное. И вот твои идеи, как ты живешь, они привлекли, именно как ты живешь, это является твоей такой, ну как бы сказать, это не пропаганда, но это манифестация, я бы сказал. Пропаганда это про движение туда, да. А это манифестация, я как бы вот, то, что во мне есть. Вот у меня знаете, какое переживание, да, там я не знаю, до скольки там, я до сорока лет там дожил, у меня там были одни штаны, наверное. И у меня был плащ финский, да, я в нем ходил круглый год вообще, ну то есть как надо было верхняя одежда, у меня был финский плащ тонкий. Ну под него джемпер одеваешь, он тоже был один, да. И в этот момент я там в школе работал, ну вот такая вот, ну вот моя форма жизни, то, что я делал, о чем я думал, о чем я говорил, о чем я читал, о чем я рассказывал людям, оно приводило к тому, что у людей было откровенное впечатление, что я очень богатый человек. Что у меня все есть. И это было так интересно, я помню тоже эффекты, когда я купил себе машину, и купил хорошую машину, да, Subaru Forester, крутой автомобиль такой. Ну, человек подходит, ну, Сергей Петрович, такое ощущение, что будто оно, ну, это как будто так всегда и было вообще. Что она всегда у вас была. То есть вот это, если ты наполнен, извините, конечно, я опять вот себя демонстрирую, ну, оно на то и телевидении, чтобы себя демонстрировать. Ну, тут не себя, а именно вот это вот понимание, что если во мне что-то есть, оно вперед идет. И оно как бы, и оно результаты материальные, в конце концов, тоже даст. Это не сразу, только через духовное это медленнее происходит. Вот в Альдорф ТВ, наверное, когда-нибудь деньги приносить тоже будет, да, чтобы было на что есть и пить тем, кто его делает. Материально это как манифестации духовного, и тогда это совершенно справедливо, честно и логично. Это неразрывно. И всегда ценились люди, которые могут привнести нечто интересное в окружение. И не надо следовать, вот, ну, опять же, вот есть тоже такой, как бы способ, метод, да, вот проживание мной этой жизни как. Да, я не пью алкоголь, я не люблю его. Не нравится мне это состояние, когда мысли не работают. Но я всегда нахожусь в этих компаниях, в которых пили, пьют. Ну, в последнее время нет, конечно, зря сказал. Еще до того, как это, ну, как стало в вальдорфской среде жить. Жил среди журналистов, да, среди студентов, историков, у которых выдающийся мат – это большая ценность, да, красиво материться. И пить по всякому поводу, все, что есть, оно было. Я с ними жил, мне было с ними интересно, и им со мной тоже было интересно. Потому что что такое материальное? Оно удовлетворяет определенные потребности. А какие потребности? Например, потребность «я есть». «Я есть» через то, что я какие-то мысли творю, что я сам себя ощущаю. Я могу что-то сделать в этом мире. Или «я есть», я сажусь в свой «Порш», или в свою там «Субару», да, давлю газ в полпедали, я ощущаю, как машина начинает тут. Это тоже «я есть». Или я с места рвану, привет, Юля. С места вот это скрип тормозов, визг, вот этот дрифтинг – это, по сути говоря, люди хотят пережить «я есть». И вот когда машина визжит тормозами, визжит шинами, это мужчина хочет пережить, что он есть. Или когда он лезет в горы, это тоже «я есть», «я есть». Или простой способ, он надевает на себя бренды, да, «Масима Дути», «я есть», да, «Леви Стросс», кто там еще бывает там, сумочка вот с такой надписью, да. Это как бы благодать. Человек-творец создал эту картинку сумки, ее всем распродали, и он как он, ну кто там, Лорен какой-нибудь, да, или какие там еще есть люди. Вот они реально есть в этом мире. А тот, кто этими брендами обкладывается, он как бы, ну немножко, он вроде бы есть за счет этого, но на самом деле его-то там нет. Не, ну хотя в подборе сумочек и штанов и юбочек там тоже человек проявляется. Поэтому материальное, оно удовлетворяет определенную потребность. Если ты не можешь ее за счет духовно-душевного удовлетворить, будешь за счет материального. Вот в крайность возьмем, можно в духовный мир идти через медитацию и концентрацию, а можно просто там съесть грибов, или еще дурь какую-то себе вколоть, и ты окажешься там. Вот ты за это заплатишь, да. Это то, что ты через материю. Можно лечиться аллопатией, тебе таблеток носовали там, и у тебя за три дня все прошло, но ты оглох, да. Нормально, одно вылечил, там другое, но может и не оглох, да. А может и гомеопатия, это будет медленно, но верно, потому что действуют силы, как бы духовные действуют, месяц, но потом ты будешь здоровым человеком, реально, это будут твои силы, они просто активизируются. Поэтому материальное и духовное, это как бы нет материи у нас, без духа нет материи. И используя то или другое, мы просто себя укрепляем. Через духовное это труднее, через материальное проще, но за это ты будешь платить, что это, по сути говоря, не ты, а модельеры там это делают, или родители твои, там тебя особо и нет. И кто глубоко копает, он рано или поздно все равно увидит, кто там за этим красивым пиджаком прячется, или там за этими дорогущими, по непонятной, по понятной причине, за дорогущими штанами, кто там прячется. Так что материальное, живи, и насколько тебе вот возможно, но в определенный момент там можно испытывать, вот тебе сил, если не хватает, можно укрепиться вот этим внешним. Поэтому нам должно быть такое, ты в духовном движешься, материального столько, чтобы ты чувствовал более-менее себя комфортно. Поэтому иногда важно там самому что-то купить, что тебе нравится, ты видишь, ну что-то вот. Иногда сил неохота тратить, но ты духовно на проявление. Ты как броню одеваешь те вещи, которые приняты в этом сообществе, в них идешь. Ну это такой бронежилет. Или знак «я свой, а потом уже будем разговаривать». Но иногда это нужно, потому что в определенных местах, чтобы разговаривать, нужно соответственно одеваться, чтобы тебя приняли. Но опять же, если у тебя нет духовного содержания, просто материальное не поможет. Так что в любом месте надо искать равновесие между духовным и материальным, настолько, насколько это позволяет тебе быть собой. Вот я бы так сказал насчет пропаганды духовного в материальном. Без фанатизма. Всему свое время, свое место. Вальдорф ТВ, консультант по развитию организации и человека Сергей Ивашкин и наша компания Александр Матюшкин, Анна Кибальчич. У нас есть возможность с вами встречаться в ВКонтакте, в Инстаграме, в Фейсбуке, в Ютубе. Подписывайтесь, может что-нибудь еще интересное вам расскажем. И присылайте свои вопросы. А то в последний раз Вальдорф ТВ само себе вопросы сочиняла, само себе отвечала. Все, счастливо. Человечек-огуречек. Да, да. Пусочек хлеба надо ведь двоих сокормить.